добрый вечер дорогие зрители канала террор лига 2 сегодня у нас полуфинал ора торнамента в котором встречаются две команды это кейпи или как сейчас они называются лид storm rage и take a school team полуфинал уже у нас пошел предпоследний игровой день и сегодня думаю нас ожидает очень интересный поединок между двумя довольно сильными командами take a school team умудрились очень спокойно пройти по турнирной лестнице они в этих луна двумя этих лузами своих соперников прошли в полуфинал а вот кейпи или элит storm rage как они еще называются у них тоже насколько помню был этих луз но вчера не в достаточно эпичном матче смогли переиграть команду элит рейдж за счетом 21 и выйти в полуфинал чем наверно думаю заслужили свое место среди четырех сильнейших команд этого турнира тем временем уже известен первый финалист это свинка драган они 20 победили тем империум ну а у нас уже пошла стадия пиков вообще матч должен был начаться на час раньше но на час позже из-за каких-то определенных проблем получилось вот так что начинается игра в 7 по московскому времени и собственно пошла вторая стадия банов поэтому стоит хоть что-то рассказать о том что сейчас происходит take a school team забрали себе вивера и огр мага двоих универсальных персонажей очень часто пикаем их персонажей достаточно сильных в бан ушли андерлорд и лон друид сейчас у них еще будет 3 бан или шторм рейдж забрали себе дизраптора и забрали себе дарксиры сильную комбинацию через static шторм стенки стяжки все дела банджи ушли с лорда потом внезапно шел кентавр который пустит уже сейчас очень силен и луна ушла на третий бан рейдж инвокер не хотят видеть инвокер а ты кост от своих противников мокер они хотят видеть ну а что не хотят видеть кипи нафта уходит за зал но визир до зал в принципе неплохая штука не знаю шоу газу возможно его просто часто пикают но я не знаю мне сказать сложно сейчас что-то по этому забанили значит мне не хотят его видеть логично логично ты кускул тим сейчас буду кого-то брать точнее сначала банить можно забанить какого-то персонажа с ауе мощного есть вариант со своя нам например то есть еще какие-то варианты например ну и и ноги ружи забанили вот дамсу своим то было бы вполне логично да и в спирит здесь может хорошо зайти хотя получится довольно слабая линия легкая но при этом ром еще и в спирит будет очень сильно мешать знака не знаю что мы в итоге увидим мне самому на самом деле интересно видим ли как мы какого-то такого персонажа в этой игре кристалла и сейчас будет 5 персонажа к себе забирать кто же это будет все что связано с ауе это реально много персонажей таких может быть вплоть до магнуса там и дак схема новыми неплохой вариант был бы нет забирают уже чуть ли не сигнатурного вайпера персонажа толстого очень мощного с большим количеством урона периодического причем я несколько бесполезного в лейтгейме но умелых руках и вайпер хардкерри я так думаю у меня вода кончилась как не без воды стримить будет прости компотчик и с компотчиком стрим тинкер просто обычный тинкер у тейко у тим господи я уже устал на самом деле видеть этого тинкера просто потому что я сейчас довольно часто играю на новых аккаунтах для своих целей буквально вчера ночью продал аккаунт с вхс тупо и эти тинкеры попадаются в каждой игре уже несколько устал их видеть тем более что в основном это кривые тинкеры я думаю это суры мы увидим сегодня хорошего тинкера по крайней мере я на это надеюсь ну чтож четвертый пик от команды кейпи ту 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 ну пока что мне кажется что пики в принципе равноценные пики на спать причем сларк залетает но вот еще и сларк такое чувство что они по стандартной стратегии играют и уже такое вроде от них видел ну они берут слаг и берут вайпера и дарксира что то такое уже было я не помню уже только где на каком турнире но такое чувство что они вот просто по этой стратегии продолжают играть и играть и играть и нарабатывают ее из матча в матч что же мы увидим от ну что и кускулки немного задумались над своим предпоследним пиком можно персонаж который смог бы пережить нападение сларка ух ты дума тоже интересно один из моих любимых персонажей я буду думаю наблюдать за этой увлекательные только я не знаю куда кто пойдет это либо вивер четверка либо дом четверка либо что-то такое или кто-то не в харду пойдет до бандилайна вивер кэри ну что ж узнаем сейчас лазбан от команды тейкоскултим кого мы увидим на лазбан команды тейкоскултим это джакир ну в принципе правильно он очень хорошо подходит под всю эту стратегию он может и пушить и благодаря макропили хорошо там файтах раздавать плюс у него много периодического урона под вайпера но персонаж в этом плане действительно очень хороший что же мы увидим от тейкос на ласт пик кодов здрасте и шпирит брейкер залетает баратру опять же такой жирный вариант мощный уверенный так я не помню какой из ходов верный нет верный вот этот ход будет ну что ж посмотрим как эти команды друг другом сыграют сейчас я несколько отвлекусь отправлю скрин пиков и мы начнем освещение полуфинала город турнаменты в котором встречается тейкоскултим и элит шторм рейдж я надеюсь все на месте рамку я убрал не забыл на этот раз и игра начинается все в таверне мы видим 11 11 11 11 11 сейчас все рестнятся все вылетит нет все и остались и мы ой 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 а не знаю как это фиксится все это пофиксилось ну что ж и начинается встреча между команда кейпи и треку скулки им сам уже представим команды и начнем мы скорее да как всегда с кейпи ракузан будет отыгрывать у нас на сларке в миде будет кристаллайз да господи дайте мне навести на его кристаллайз на вайпере оффлайнер дарксир на котором поиграет come to push саппорт баратром это чешизик и чешизики не знаю как правильно произнести и бланка будет на дизрапторе посмотрим на маш нет ли он сейчас победу на своем дизрапторе дальше что-то интересное да все-таки так и будет видимо вивер на котором отыгрывает атраморс а у команды take a school team асура на тинкере вот он такой красивый тинкер с травы лицами на думе отыгрывает парень я забыл его ник у него здесь какая то гадость написано какие-то матюки он играет на думе ник я его позже вспомним я думаю если что на на гуглю это гончаров или дота это искусство как у него еще ник это угар макс какая всего пятая позиция будет и на картле keeper of the light отыгрывать да ник вот такие пироги у нас и практически сразу хотят закон титру ну атраморс атраморс может в принципе спокойно здесь уйти еще угар маг стоит не трону от отожмут скорее всего и заберут три ручки просто так агрессивно действует практически сразу же возможно да это наверно будет добла спирт брейкер и баратрум мощная грязная очень добла грязи наводит очень много дизраптор сларк тоже довольно сильный дабл лейн и вайпер против тинкера будет стоять в принципе такой тоже равный line на самом деле равный line up поскольку не тот не другой не смогут друг друга убить при равном скилле и принципе вайпер персонаж не особо скиллозависимый он может не стоять против большинства персонажей довольно успешно и зачастую даже побеждать сейчас может умереть угар маг пошел разгон по двумя щитками его пытаются убить он проедает дерево его хотели сейчас даже свои крипы уже подставить но нет такого не случилось там сильно проседал over да и есть и в night и на этому несколько облегчается существование на линии дом уже второй уровень получил дума все прекрасно в принципе против него добла причем добла не особо сильная стана у них нет ну есть конечно паунт это не совсем стан это же совсем не стан асура не несколько уже проседает хп сейчас пойду в классочку и вставать пытается его подцепить подцепил сбил ему ласку ну там уже практически отхилился тинкер и поэтому все нормально еще один удар хороший присталайзом и лазером пошел чистый урон сколько тому 160 урона в общем неплохо так проходится здесь и тут очень неплохо действует котл постоянно он оставляет без маны дарксира дарксир пати 702 стал очень зависим от маны поскольку монокот щитков подняли до 100 110 120 130 это очень много и еще сейчас минус мана будет монолик использует постоянно огур уже контролирует руны ну а дум стоит у него лайн практически под вышкой у него все прекрасно даже 6 крипов есть удар сиро конечно все тоже хорошо но все-таки стоит учитывать что он делит экспус спирит брейкером спирит брейкером он делит экспу и тут сейчас бланка вышел тут же его будет разменивать огур а у а он может так разменять что мало не не покажется поскольку бланка сейчас реально начинает проседать и конечно выживет здесь вряд ли его убьют некем его убивать потому что у него остается 90 хп еще и гнает по нему залетел и тычечка еще она должна быть сейчас все-таки успевает отпиться шрайном бланка и выживает но сейчас здесь неплохо действует я до сих пор не знаю как его не конча наверно дота дота это искусство хотя это лучше чем то что было у него вчера в и он умрет сейчас просто у него нет шансов и него уже летит тычка вот из раптора и это будет фестблат уже стопроцентной если только сейчас нет ничего здесь не произойдет это что-то мне просто вспомнился годы из gta white city сердце с когда появлялась у тони в зубах сигарета вот и вот это вот тоже самое примерно сердце с неизбежная смерть пока что я попробую во время этой паузы вспомнить некий ребят которые играют надо здесь просто и в чокстве убивает дарксир на все убивает килл для дарксиро вновь пауза стоит что-то нет что-то неладное случилось стоп а что это случилось такое все 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 хорошо я просто вижу отжали паузу думала они годники вот и нет все вопросы мы собственно порешали как я понял ник вот этого парня это 75 75 75 и не знаю короче это ничего особо сильно не поменяло поэтому я лучше буду называть его именем персонажа и у ограник как я понял и неуэль и неуэль у него ник буду его назвать и него им его нет выбора я так решил тинкер переподключается к игре основа и собственно игра начнется продолжится уже точнее потому что все слаб есть ну быстренько если пройтись по ситуации на карте все отключаются у всех все плохо ставит дом дома есть эти талон сапок я даже не знаю стоило ли ему здесь брать талон в принципе талон талоном но у него и все и без этого хорошо и он просто хочет больше фарма поносить себе и с лайна и возможно с леса что своего что вражеского не знаю я в принципе на критически отношусь к вот этим талоном на хардлайнеров нет ли они куплены когда у тебя есть собственно форм на линии ну не знаю так будет не то что вот в мире тинкер и вайпер воюет причем а вайпер уже не осталось там для есть только вот спит и рейндропы тинкер еще танго один остался за поле не видно что вайперовой не особо пробивает ну и веро тем временем появился white stone у котла есть вин лейс наверное на первые деньги он этот тинкер еще приобрел еще ваш нить сейчас я не знаю сколько времени если бы точно искуская но мне сказать пока что особо нечего больше постоянная пауза у кого-то вылетаете им спекнул не то чтобы стандартная ситуация но абсолютно нам нормальная ситуация как бы я считаю господи господи точнее не то что согласился взял тот матч поскольку сейчас начинается какой-то трэш происходить все отключаются бланк отключается 6 минут у них еще есть господи 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 буланка настолько отключился что riskur видимо то ли не заходить я не знаю короче а какую-то чушь начинаю нести просто потому что ничего интересного не происходит ну что можно банально посмотреть там на героев как я это люблю делать нет видимо я сейчас игра начнется находит вивер кстати такой твивер скорпиончик у нас это таракан скорпион достаточно неплохо он такая отдаленная камера здесь не начинает здесь забрал еще рун дарксир дарксир только чем-то непонятным занимается этот саппорт дарксир в итоге получается оффлейнер брат рум я не понимаю что они делают если честно у них какая-то странная старта и максимум больше ничего еще 400 монет на как я понял стартку по крайней мере абсолютно не не мешают фармить него 25 крипов у него все хорошо пытается немножко подгрызть думаю у дома еще есть скорпче тьешься на идет ой-ой-ой тут какой-то замес лютый мог случиться но дарксир ушел на лоха п я даже не заметил просто смотрел на то как дум фармит крипов я очень люблю смотреть на тот на только дум фармит крипов это выглядит так вот грациозно такой пируэтики здесь всякие крутит с огненным мечом в общем но реально красиво выглядит есть на что посмотреть на бегает огар бафает всех нормальных принципе ситуация рядовая такая ломают центре вот здесь уже и и и и выход на тинкера выход на тинкера разгоняется баратрум ему дают лазером по лицу и минус баратрум поскольку баратрум не разобрался ситуации до конца и не оценил свои возможности поверив в неизвестно кого 11 и кускович хороший как сейчас бланка намошнил себе на руну инвиза специально и что будет делать из пауза стоит пауза стоит снова пауза мой господи одни пауза воды одни пауза мы что мы сейчас можем посмотреть интересного я не знаю я хочу просто смотреть на дума такой грандиозный дум все у него меч когда он короче не горит он будет страшно и бланка ой бланка какой молодец он сейчас может просто убить асуру асуру просто жмет марши и все продолжает стоять бланка бланка знает чего он хочет от жизни и асуру сейчас просто убьют у него здесь уже нет шанса выбраться приходит огармак час он будет что-то делать или ничего не все-таки асура наверное умрет там еще до долетая тычка от вайпера и 21 вот так вот себе дезераптор просто намошнил на руну инвиза и благодаря этому собственно и убили что наши и тут же умирает котл от кого номер от сларка вот здесь ну глуповато умер на самом деле признаюсь дома 7 уровень у дома 7 уровень есть аркейн бут сейчас же блин дагер будет сразу собирать дома все слишком хорошо вот это это может сыграть команды кипи злу шутку что они вот так вот оставили дума более у него горячий меч горящий меч рога и он вообще такой красивый красивый сексуальный ну чтож тинкер тинкер своими маршами он забирает очень много пространства в миде а то сейчас могут еще раз убить даника 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 попадает и там еще баш прокать и даника уже не уйдет 4-1 это просто это три ромящих саппорта это просто вот три ромящих саппорта игра 2 плюс 3 вайпер и сларк плюс 3 ромящих саппорта самом деле довольно жесткая вещь поскольку сложно с такой справиться атраморс в тильте он не может теперь злоситить всех крипов на лайне но сейчас он может пробить там за пуджа но он уже не знает что на него взяли разгон и бланк это он все-таки убьет но еще сейчас нужно стики жать сейчас нужно жать стики там еще вайпер идет ой 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 какой под какой под но сейчас он реально он не знает что на него летит барон прожимает стики продолжает дальше как на манси и тут баратрум летит просто и убивает атраморса 0 все-таки вот это помогло как бы выиграть время для телепорта дума для телепорта котла и минус здесь будет вайпер еще выживет наверное котл да остается живых только баратрум баратрум ему еще 50 маны до разгона и он сейчас просто стоит в ловушке хорошему счету он он стоит в ловушке и нужно просто чтобы дум нашел этого персонажа да он его находит ну бей его бей долбей по нему он дает него дум просто чтобы он уже никуда не ушел тут бегает вайпер вайпер ой вайпер вивер вивер рофлит в шокучах и мешает просто дарксиру добраться до спирит брейкера еще забирает килл дума который не жалея своих удаунов всадил в него ультимейт 65 и вот практически за какое-то вот за небольшой промежуток времени смогли ты так сразу же отыграть довольно немало того что они что они потеряли 10 минут уже почти сыграли команды можно посмотреть на на творце на графике ну по на творце впереди мы видим славка да славка там все было просто прекрасно у него есть уже почти лотар пт есть ракузан потеет что-то люто совсем плюс у него два фрага я думал прекрасный результат даже несмотря на смерть одно это ж я про сларка говорю точно да верно на втором месте бы на курсу тинкер 3 800 почти трава в принципе тоже хороший результат вайпера против вайпера не так уж и легко что-то вынести по таймингу и на третьем месте был бум но сейчас туда уже перебрался мидер вайпер вайпера правда я не знаю а где его деньги то ли у него ничего нет до сих пор но тут сейчас просто хотят выйти убить дума втроем вы выбегаются и минус здесь минус дум просто стопроцентно было все что сделал логур он просто ушел он понял что там и там ему ловить нечего только сам отъедет так вот а дума спустился на пятое место кстати по общей ценности даже его опередил ну дума уже почти мека до этого самого механизма и стоит сларк него в принципе я думал они видели что он стоит здесь вот его и нечем убить и он просто вот отсиделся и пошел долбить по угар магу угар мага вырезал просто соло один в одного размен там атроморс убивает бланка влетает спирит брейкер его просто пытаются остановить всеми силами атроморс выживает юзай таймлэпс и продолжается просто файт тут начинают забивать до смерти дума дума наверно все-таки убьют тут неплохо кстати как называется аурболкинг наверно когда когда через орб кайтер какого-то персонажа прекрасно вайпер в этом плане убив дума но здесь уже вивер такое чувство что он это бессмертный но несколько он ошибся но здесь уже кристалайз в ловушке был и не смогли его простопить дальше господи что же делают не смогли его простопить но все-таки убили у атроморс уже мега килл у него 66 убийств одна смерть и уже 10 11 мы видим что лично атроморс больше тысячи поднял денег команда подняла 1640 на этом бешеным файте по network у мы теперь видим что ты кускулки им хорошо так ушли вперед на 2000 почти ну и по опыту сам более чем на 2000 почти на 3 и все таки умирает атроморс забирает камту пуч снова забирает этот фраг но это вообще забей м-2 путь забирает фраг но все тоже почти мега будет почти есть мега точнее будет уже скоро или уже есть наверно уже летит даже в мега даем уже летит мега у вайпера будет как его зовут драгон ланс и плюс есть дабл дэмэдж если он сейчас просто выловит как у кого-то загулявшего по типу котла он его просто уничтожит котл пока что не стал кстати качать я думаю и боже планик лайт был бы более-менее полезным потому что сейчас асура может встрять и просто умереть потому что там дабл дэмэдж там миллиарды урона и этого не видел не видел мир команды тейкос и умер но здесь сейчас будет уже от рамос раздавать причем раздавать очень больно или нет нет наверное все таки не уже не будет раздавать мне кажется поскольку все ушли убивают здесь еще кристаллайз под дабл дэмэджом огормага что-то бешеное делает вообще визер но и сейчас тоже отъедет просто потому что там все баши 17 процентов ребят до 17 процентов ой но это уже просто конвейер пошел ребятки вот это вот это делать нельзя и 2 час тоже может умереть тинкер отменил тп правильно сделал дает дум свой ультимейт с дарксира дарксир уже точно отъедет и возвращают асуру ну кстати вот это зря наверно было что его вернули что творит дум дум еще успевает убить баратрума он пойдет дальше сларк сларка был дан но сларк выжил сларк выжил и что дальше и старт будет его дальше долбить но здесь уже молодец просто успел асура маршами подсейвить и умрет здесь он трипл килл от асуру шикарно сейчас сыграно было тинкером просто и 15-16 уже счет ну интересно вот это уже реально интересно вновь файл в пользу тайкост не то что они вот здесь потеряли глупо отдавшись всей команды практически сейчас в итоге пошло на пользу сколько практически сразу же они смогли отыграть это преимущество потерь не преимущество отыграть ту потерю как раз вайте я немного путаю слова ну а траморс просто сейчас бьет на вещелочах так сказать бьет вышку и вышка сейчас упадет он будет себя себе дизоль ну дизоль вряд ли конечно здесь хорошо зайдет ну в смысле сейчас именно вот лично я считаю что лучше бы доделал линку поскольку есть баратрум есть баратрум а если есть баратрум то это значит что он будет разгоняться вивера вивер этого естественно не видит но если вивер ну если вивер сразу будет сбиваться линка а по факту так и будет скорее скорее всего его видят значит нужно просто куда-то уходить так работает не думаю что от работ этого не знает ой уйдет на таймлэпсе шикарно было сыграно сейчас у него все 12 уровень и увидел здесь на центре варде но здесь уже прилетает тинкер и начинается уже немного неприятный файт как раз для кейпи однако все сейчас уже здесь все все пришли будет файт много-намного здесь преимущество как раз за команды радиант потому что дум находится на топе и здесь еще умер сейчас тинкер умер баратрум умер огармак и вот дума нет файти вот это обидно потому что у меня кого дума меня как раз умер ну что делать есть фото но сейчас просто будет опушивать благо есть чем но вышка упадет все таки упадет ну несколько фк стоит мне кажется не лад пишет научите дума играть плиз ну я не знаю не знаю я буду действует по крайней мере не особо правильно поскольку если у него снега то он должен быть рядом с командой должен находиться в файке с командой глуповато поступили и здесь сейчас упала вышка причем упали две вышки обоюдно атраморс забрал вышку на миде на боте упала вышка у команды вайпер будет брать пайп вайпер будет брать пайп вот сейчас бы чем-то было подцепить отцеплять то ничем никого нет и по факту всего лишь один пирог давай прогнал с линии вайпера другим еще одна вышка уходит в актив команды тейкос кулки прошло уже 20 минут можно посмотреть графики 19 прошло почти 20 ну и мы видим что по общей ценности команды практически выровнялись и игра идет равная как и собственно по опыту тоже различие всего лишь лишь в несколько сотен на несколько сотен но на сотой минуте этого совсем не совсем ничего не решает есть пайп у вайпера но вайпер тут очень сильно проседает сейчас тут залетает очень много всего в него правда этот щит спелл-шилд или так он что называется отлично просто спасает ситуацию сайт аура барьер вот это барьер здесь просто убивают сейчас вивера дается дуум с кларка в принципе выключена с файта но здесь уже выключена с файта и дум который просто оказался позади всей команды точнее впереди всей команды и его просто продали и ушли честно рассчитывал от дума ожидал от него большего так сказать пока что явные ошибки наблюдаются его действия вот это вот иллюзия дума синенькая но меч кстати меч тоже синенький но все равно горит так вот двадцать один девятнадцать пока что сложно сказать вообще что происходит принципе довольно ровные команды по счету и по вышкам это равная но все-таки как мне кажется больше ошибаются ошибки они решают очень много особенно до таймер игры уже перевалил за 40 минут тогда любая ошибка может привести к плаченам последствия любая ошибка является критической в принципе сейчас просто гонится ракузан за котлом и наверное его заберет да здесь нет шансов у него не было шансов выжить успел поставить центре варты сейчас еще атраморт может умереть глинцуют его и зачем вот зачем все это было сейчас проюзано вот ну да видно что бланка это не основной игрок команды кейпи и он делает немного не так как это делают игроки остальной команды то бишь он несколько не вписывается в общую командную игру совершая несколько больше ошибок чем другие но сейчас вот можно там атраморт просто от нас лететь нужен нужен ультимейт от котла ну что ж такое нет ультимейта нет blending light ну как так не блайндинглайта ничего нет и все просто минус 2 сейчас еще минус 3 будет котла просто разберут к чертям он не может про он не может прожать кнопочку да и не новое эфэфэф в рублайне вот это ну и зачем тогда ну что это получается это получается просто сейчас тысяча четыреста почти золота в пользу кейпи и как-то тинкер будет пробовать одевую в это все стараясь вот эти ошибки своих тиммейтов как-то нивелировать но это я поражаюсь причем тут тоже не особо мудро сыграли кейпи которые начали почему-то по кустам искать тинкера ну правда все-таки вышку снесли поэтому все не так плохо и плюс еще стоит вард который на самом деле уже тут не особо сильно нужен вряд ли на нем они поймают тинкер но вот этот вард ну кстати довольно хорош и здесь тинкер может очень сильно встрять вот такая ситуация 2519 в пользу команды кейпи они шикарно сейчас начали отыгрывать в основном конечно еще и благодаря тому что начали тайкост ошибаться не хватает им какой-то как бы это сказать не хватает им от какого-то микро понимания правильного действия микро моментах тут у огра появляется не даст и доминатор оставлять вообще котла на 5 позиции это ним не считаю я что правильно такие вот ошибки практического толка тоже присутствуют ошибки именно практического толка угру в принципе ничего не не надо какие тут медасы доминаторы узора это персонаж который полностью которым которому если только какие-то вещи да там по типу аганима то фарсухи глимера да взять но блин какой доминатор зачем ему доминатор не знаю я не считаю это правильно а сейчас будет просто умирать котл котл превращается в пушечное мясо здесь даже не пушечное мясо просто кусок мяса без бесполезного в кормушку для сларка так сказать и сейчас дум дум будет тоже отлетать просто его там жестко кайтит вайпер ничего ему не дает сделать умирает дум наверное да тут асура пытается как-то откидаться асура вообще молодец парень но ему тоже не хватает банально урона тем более пробивать пайп это это делаем достаточно сложно но может здесь ракузан умереть я нет у него уже есть латава ну уйдет сейчас еще просто вырежет тинкера ну я не знаю как это сказать просто сейчас очередной килл для дарксира который просто с тярочкой забрал и вот сейчас подумал почему не могут ой 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 ну а дум зачем-то забрал волк хотя у него был стан мог бы ему сбить даже такой наверное взял волка себе этот волк пока что даже не особо сильно помог ну да там атраморс 0 формул даблкил 30-22 счет но сейчас они потеряли очень много и по графикам я думаю мы увидим уже то что поползли графики вверх поле команды рейден по опыту так и вовсе на 11000 почти опережает убили сейчас здесь моя просто я не вижу где проходят эти файты здесь они проходили просто потерялся да они проходили здесь эти файты здесь почему-то дарксир умер с ларк сейчас будет просто цеплять и сейчас молодец асур он правильно сыграл правильно здесь сыграл сейчас мой ну хватит умирать пожалуйста котл пожалуйста не умирай пожалуйста а нет ничего нет нет этого ауе стану блин приручи ты ограду на тега тебе этот волк приручи долбаного кентавра тебе этот волк что шел что ехал сларк просто в инвизив на тп уходит от вас у сларка пятнадцать тысяч на натворца за его убийство вы получите огромную кучу денег почему ты не можешь просто приручить кентавра почему ты тебя с первого раза это не может дойти приручить а съесть кентавра с нас уже никого не приручает есть перенимает их способности неправильно неграмотно это вот и все я думаю сейчас будет какой-то флайп кистолайз заходит у него есть обратно чувствует и очень такой жирный затар и умирает в очередной раз котл дается дом сларка дом опять же просто оказался ненужной в этой ситуации умер дум что котл что думе считаю сейчас минус два героя в тайкост сейчас они не знаю они не могут делать ничего толкового бегает атрамор сейчас просто от атраморса убьют поскольку он находится в статик шторме превосходит уже богов ракузан он просто нафиделся на котле бегает и рофлит ну ребята не могут поражать кнопку бывает вот уже бы миллион раз мог поражать поражать ультимейт прижимать и блондинг лайт и не давать бить там вайпер просто тонны урона вносит и он весят суроны вносит с руки просто не давай ему бить блондинг лайтом и все у него нет мкб и вряд ли у него будет это мкб 24 уровень он практически соло может пойти развалить любого это сейчас например снова выйдет на какой его убьет да вот здесь потол есть тычка от сильвереджа минус котл из таверны в таверну через таверну таверна экспорт так сказать просто я не знаю вот он ничего не может сделать вот чем дело не может сейчас ничего уже сделать с этим славком у сларка сейчас будет 25 уровнянского он сказать скорее всего вот стим интересно что он возьмет мне кажется он возьмет атрибуты паунс его хватает он за паунс практически убил а там еще и баши прокают как надо даже интересно да он берет атрибуты просто быть абсолютно неуязвимым ко всему этому бегает аттраморс дает неудачный сворум тут уже все тут уже забей мне кажется и не смог уйти стпл огормак его тоже убили трипл кел от славка сларк тут уже бешенствует буйствует я даже не знаю что он тут творит рыба зверь рыба зверь не успел сейчас посмотреть fighter cup хотя я думаю только навел она исчезла 38 26 полностью склонилась чашу весов в сторону кейпи и но я честно удивлен на самом деле этим ребятам многие там смеялись и по богу 3 800 хахаха но в итоге команда играет в полуфинале а все те кто смеялся как мне кажется уже с турнира давно вылетели в полуфинале до пружине не оговорился я мне кажется сейчас они первую карту возьмут не возникает каких-то проблем кейпи сейчас они сильно начали выходить вперед ну да когда мы видим котла 012 становится понятно что вряд ли что там можно перевернуть в этой игре это говорю это большая ошибка выбора позиций вот то что сейчас есть у огры ему не дает ровным счетом ничего абсолютно будь у котла аганим это был бы дневной vision это был бы хил днем в файтах это было бы просто огромное количество всяких таких ништяков которые бы просто помогали выигрывать файты у огро есть доминатор мидас блингдаггер что это ему дает ему это не дает уронным счетом ничего да у него там есть переверучаем и крик я не знаю вот он ходит этот сатир колдун бедные ничего не делает потому что ему нечего делать у него есть мидас у огры 16 уровень что это ему дает ничего у него есть там талантного плюс 8 сопротивлению магии ему это абсолютно ничего не даст поскольку его здесь просто с руки забьет сларк до смерти почему котл бегает 012 десятая позиция и у него ничего нет у него 2 2 с половиной тысячи нэдворса потому что это неправильный выбор позиции это неправильная как-то расстановка приоритетов получается и это большая ошибка вот чисто один из тех факторов как я считаю благодаря точнее даже не благодаря не знаю как сказать скажем в кавычках благодаря которому сейчас вот так вот такой чисто находится тайкост просто неправильный выбор приоритетов это только вот сейчас вот он просто вместе со своим крипом он просто умрет там да мне неплохо все полетело но здесь уже асура умирает просто в него дали ультимейт дум дают вайпера тоже самый бесполезный дум который только может быть и ну очень слабо очень слабо отыгрывают и кост и им нужно писать гг потому что эта игра в итоге оказалась провалена да пошли байбэйки пошел байбэк от богатого огра с медасом ничего это не даст к сожалению это будет развал и там уже сложно остановить сларка с тридцать одним стаком эссеншифта ему просто миллион ловкости и он убивает любого я тут еще атоморс убили пишите гг ребят это игра для вас полностью проиграна оказалось и нет дело там не в пике не в чем-то таком потому что в принципе да пик хороший пик грамотный есть там doom который кого-то просто выключает из файта обычно это сларк да то есть сларка самое то выключать из файта потом там есть инки с кучей урона вивер мощный персонаж да сейчас очень сильно он может вытаскивать даже самые такие безнадежные катки есть два хороших саппорта очень сильных но тут даже не в реализации дело не не в исполнении дело в том что приоритеты расставляются абсолютно не не так как как надо думаю лучше взять волка вместо того чтобы взять аое стан на всю команду да там огар маг лучше будет четверкой которая мало пользы внесет а котлу вы дать вы дадите там миллионную позицию чтобы у него было на 36 минуте 2 600 нетворца и он умирал за одну тычку от сларка но это бесполезная вещь по факту как бы вряд ли сейчас тут со мной кто-то не согласится из тех кто смотрит потому что ну это так сложно сказать тут да конечно кипи хорошо отыграли да где-то ошибались немного но в целом то отыграли хорошо выиграли заслуженно но и по факту то так просто заруинили игру сами себе неправильным выбором приоритетов о котором я уже говорю не знаю сколько в итоге тут уже гг вп пишут я не знаю то что происходит всех бьют всех убивают провал полный даник левайт из игры тут еще видимо фейк гг будет да это что то с чем то ну просто тут уже начинается развал причем тотальный хотят ему рампашку отдать да рампашечка и гг мне не мне нечего сказать это 1-0 кипи можно только поздравить с победой в этой карте но в целом я уже собственно свою точку зрения по всему этому матчу высказал так играть нельзя особенно в полуфинале турнира так играть нельзя ребята вышли и избили вас до полу смерти просто хотя все начиналось хорошо все хорошо начиналось все шло так как надо а в итоге а в итоге а в итоге мы видим в итоге мы видим вот что ну ладно у нас начин начнется скоро вторая карта если рекорд все таки соберутся на нее ну а мы прервемся на паузу ну а ну а ну а ну а Субтитры сделал DimaTorzok